Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Извиняюсь Нас утянуло народ его в поклонение помазанникам В поклонение людям Мы незаметно настроили идолов И для нас слово пастора, слово служителя Оно стало больше, чем слово Бога Да не будет так, дорогая церковь Все мы люди, все мы просто те, те дорогие Кто просто получили Духа Святого И дали Духу Святому действовать И Дух Святой двигается, Он действует Халилюя И Дух Святой исцеляет Дух Святой, Дух Святой делает свою работу То, что Он и должен делать То, для чего Он был дан Дух Святой раздал дары служителям Эти дары, они прикасаются Они исцеляются Но потом мы почему-то Из того, что нас исцеляет Из того, что нас восстанавливает Вдруг Дорогие, мы Начинаем этому поклоняться Да не будет так, дорогие Да не будет так Да не будет этого греха, дорогие Да не будет этого ужаса Да не будет поклонения Некуштану, дорогие Он, да, Он был от Бога Но не будет этого поклонения Поменять фокус поклонения Вы знаете, постоянно Бог По всей Библии Бог, Он просто уберегал свой народ По всей Библии Он просто говорил Пожалуйста, не сделайте себе кумира Не сделай Давайте мы просто прочитаем это Почему я должен это говорить Даже Второзаконие 4.23 Написано Берегитесь, чтобы не забыть вам Завета Господа Бога вашего Который Он поставил с вами Чтобы не делать себе кумиров Изображающих что-либо Как повелел тебя Господь Бог твой Ибо Господь твой Есть Бог твой Есть огонь Поедающий Есть Бог Ревнитель Он ревнует за свою церковь Он ревнует за свой народ Он ревнует за тех, кого искупил Он ревнует за тех, кого любит Он ревнует за тех Он ревнует за свою невесту, Он ревнует за тебя и меня, Он ревнует за тех, за кого отдал свою жизнь, Он ревнует, Он ревнует, за кого Он умер, за кого Он пролил кровь, за тебя ни один человек не пролил кровь, а Он пролил. он ревнует он ревнует это поклонение фокус поклонения был потихонечку в народе позже он смещался и потом ты смотришь как народ начинает поклоняться тому что дал бог да дал бог для исцеления да бог дал ответ на твою молитву но этот ответ не должен стать поклонением этому ответу ты не должен поклоняться ты должен поклоняться ему и когда мы еще были в греции вот буквально недавно мы отдыхали с пастерами хорошее было время мы отдыхали мы загорали но и в этот момент бог говорит я тоже спрашивал бог что чем я должен поделиться что какая моя функция что я должен сделать что ты хочешь сделать что я хочу сказать а что ты хочешь сделать и вы представляете и он говорит ты должен разрушить жертвенники поклонение кумира ты должен свергнуть эти этих идолов ты должен в духе свергнуть как тот пророк которого бог посылает в народ божий и он говорит ты должен прийти и свергнуть как этот и вас правильно его имя назвал читали библию как долл бог ищет людей кто всю эту хрень вот эту всю человеческую уберет потому что земля наполнена языческая земля она наполнена поклонением идолов самого рождения все кто-то кому-то поклоняется кто шварценеггеру кто поклоняется спорта какой-то звезде майкл джексону кто поклоняется каким-то политиком а кто будет поклоняться богу кто поклоняется и в то же время мы мы настолько привыкли делать кумиров мы настолько привыкли идти за людьми но мы настолько завидимым привыкли идти это легко завидимым идти а пусть наш человек ведет я благодарю бога за эту конференцию за пастора андрея слава иисусу за него за то что пастор андрей он может здесь открыто говорить что он человек что мы служителя человеке что мы несовершенны но в том что мы можем легко легко ошибиться сама катри кульман молилась бог сохрани меня от меня же самой двойственность человеческой натуры сегодня ты поклоняешься богу а завтра ты поклоняешься человеку и носишь его портфель и склоняешься ты носишь ему жертву ты делаешь идолам жертвы но не богу а идолам прямо сейчас когда это говорю у некоторых происходят чудеса и может быть прямо сейчас у тебя у кого-то даже металлические зубы стали золотыми прямо сейчас как знамение бог сделает и запечатывает это слово и библия говорит нам павел говорит нам что есть опасность и столько много написал и и сейчас у меня столько времени нету чтобы идти по конспекту но я верю 2 коринфянам 11 3 но я боюсь что подобно тому как змей своей хитростью искупил искусил его ваши умы подверглись совращению чем ум я бы подвергся совращению дорогие чем помните как дьявол пришел к еве он пришел к еве и сказал ей ты можешь быть как бог как бог как бог и еве это понравилось понимаете как бог стать еще лучше но человек не понял что все что бог дал человеку он не дал богу а человеку мы не можем современная церковь понять что все дары что рай что царство небесное что открытый вход в царство небесное в его славу нам дан как человеку тебе спасение дано как человеку только тогда когда ты будешь как человек но мы даже сам народ мы не понимаем мы приводим даже служителей в огромный грех потому что мы переключаем наше поклонение от бога к человеку потому что этот человек несет бога и потом потом бог как то пропадает и мы влюбляемся в это светлое лицо моисея в это в это в это светлое лицо на которое ложат пеленуш потому что оно светится и эти люди становятся чем-то особенным но я хочу сказать тебе дорогой каждый помазанник в каждое время когда он получил свою мантию и силу духа святого он получил тогда когда он был как человек и каждый помазанник теряет свою силу когда он которую бог ему дал когда он становится как бог бог я молю сохрани нас сохрани это поколение от того чтобы мы не стали богами дорогие мы все ответственные за это ты и я ответственные за это если вы прекратите похлоняться если человеку если вы прекратите делать кумира в себе если вы обратитесь к богу живому не будет не греха не будет проклятия не будет страданий ты задаешь вопрос почему украина в таком состоянии это проклятие написано что человек по силу и пожал за идолопоклонство бог он скрывает лицо свое от народа когда бог скрывает сон когда ты становишься идолопоклонником ты выходишь из воли бога ты входишь все в среду Gig ты попадаешь в сети язычников сети дьявол сети сатаны ты попадаешь в них PER 51 ты попадаешь в их мир ты попадаешь в их страну а их мир это это мир скорби это мир страданий Их мир на всех идолопоклонниках лежит гнев Бога, гнев Бога, а там проклятие и стоны. Кто был виновен в том, что Израиль попадал в проклятие? Кто был виновен, что на Израиль нападали враги? Бог? Нет. Человек. Бог дал нам власть. Бог дал нам авторитет. Что свяжете на земле, то свяжется на небе. Что развяжете, то развяжется. И, к сожалению, было развязано идолопоклонство. К сожалению, дали духу идолопоклонство, дали место в церквях, в служениях, служителя. Да? Вау! Классно быть Богом. Классно быть Богом или одним из божества у Кришнаидов, да? По-русски не знаю, я так немножко путаюсь иногда с русскими словами. Гуру. Когда их называют гуру, да? Или как? Гуру. Ку-ку. Гуру. Тебе несут подарки. Тебе поклоняются пастырь, помазанник, апостол. О! А он тебя в постель тянет. А он же Бог. А ему же можно. Он же с Богом договорился. Да не будет такого. Да не будем мы идолопоклонниками. Знаешь, когда боги, валы, астарты стоят. Они стоят сейчас в Украине. Стоят. Знаешь, когда эти служения процветают. Когда идолопоклонники есть. Когда идолопоклонники есть. Когда они кончатся. Когда они кончатся. Поклонники. Когда у поклонников фокусировка поклонения поменяется на Иисуса Христа. И все, что сейчас мы делаем. Поменяй, дорогой брат, сестра. Почему ты должен перед Петром Корнилий падать на колени? Почему? И мне понравилось, как Петр ответил. Не падай передо мной. Я тоже человек. Не падай перед помазником. Он тоже человек. Он такой же человек, как и ты, и я. Они просто вошли в свое. Они просто поверили. Для них тоже это заподня. Я не осуждаю, как легко. Пастырам, как тяжело устоять. И служителям от поклонения. Это самая великая, самая сила. Дьявол этого желает. Он ничего не желает. Он хочет, он может всех людей с сада отдать. Он только одного желает. И он сказал, забери у меня, Христос, все. Дай только одно. Один раз. Преклонись передо мною. Один раз. Прямо сейчас на этом служении мы рушим эти алтари. О, мы рушим эти столбы. Прямо сейчас в духовном мире мы забираем назад. Забираем назад поклонения у идолов. Они теряют силу. Они теряют силу, эти идолы. Вы даже не представляете, народ Бога, насколько это серьезно. Вы даже не представляете, насколько это серьезно. Чуть-чуть в твоем сердце. Хоп. И все. И у тебя кумир. Низ. У тебя Бог, Иисус Христос. Очень просто. И вы знаете, Гедеон, он, наверное, эта история происходила на Украине. Только вне времени. Я ее читал, я в шок пришел. Я читаю про Украину. Как будто свежие новости читаю. Судья, шестая глава, шестой стих, шестнадцатое число. Шесть, шесть, шесть. Число шесть, это число человека. И здесь оно три раза. Человек, человечество, человечность. О чем пастор Андрей уже два служения и говорит. Я благодарю Бога, что наконец-то поднимаются эти Давиды. Наконец-то поднимаются эти люди, которые от себя поклонения. эти иоси, которые, которые рушат эти алтари, которые себя снимают, себя убирают в фокус, и которые говорят, вот он, вот он, вот он, вот он. Это он делает чудеса. Это он делает золотые зубы. Это он исцеляет больных. Это он дает дары человекам. Это он дает дары откровения. Дары учительские. Дары знания. Это он раздает дары. Ему вся слава. И только ему все мои служители каждый раз в страхе, огромном страхе и трепете должны сказать ему. Ему. Потому они, те люди, те генералы, которые дошли до конца, они реально, они самого большего боялись, чтобы им не поклонялись. Но мы, люди, странный народ. Был такой генерал Бремхан. Знаете, появились бремхамисты. Целое движение. А я Павлов, а я Аполосов, ты чьих будешь? А я белых, а я красных, а я синих. зеленых и кто-то чей-то. А кто будет Христов? А кто будет Его? И я тебе скажу, через твое поклонение Ему небо над тобой откроется. Жизнь твоя изменится. Посмотри на Израиль, когда они начинали поклоняться. Тебе Библия, Бог говорит, через весь старый завет и показывает, и показывает. Посмотри, когда они возвращали свой фокус на Иисуса Христа, фокус на Бога, когда убирали от себя фокус, и когда всеми силами стремились поклоняться Ему. И Бог говорит, я восстановлю в последнее время, скинь у Давида, что это значит? Фокус будет смещен. Сначала должен сместиться фокус на Иисуса Христа. Ты сначала перед восстановлением скинь, и сначала должно быть покаяние. Сначала ты должен разорвать свои одежды и обратно. Вот моя нагота. Да, блин. Да. Поклонялся человеку. Да, я поклонялся. Я в таких же церквях был, как и ты. Да, для меня слово пастора было иногда проще, чем слово Библии. Да, я был послушный, как собака. Я оттуда же. Но пришло время, когда мне нужно было сделать выбор. Идти за человеком, поклоняться человеку. Бедный я человек. Написано, даже самый хороший человек на этой земле, как колючая изгородь. Халилюя. Проклят всякий, кто надеется на человека. Вот и в проклятии, потому что не Богу приносим, а человеку. Не Богу шеркву делать, а человеку. Все, что делаете, делайте, как для Господа. И пришло время, когда пришло для меня испытание, когда Бог посмотрел, за кем ты пойдешь, кому ты поклоняешься, чье слово ты будешь больше ценить, и чье слово ты исполняешь, того ты и поклонник. И вот я читаю про Украину. И в ту же ночь Господь сказал Гедеону, возьми так, 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 это дальше. Народ Израиля, или давайте так вставим, народ Украины очень обнищал из-за маодитян и взмолился Господу, прося помощи у Господа. Маодитяне творили все это зло и народ Израиля, Украина, извиняюсь, стал молиться, молить Господа, помочь им. Тогда Господь послал к ним пророка. И пастор Виталий, он заметил очень сильно в самом начале первого слова, и он сказал, здесь будут служить апостолы, пророки, учителя. Бог посылает пророка для чего? Бог посылает, чтобы направить пути народа на истинные пути, на верные пути, чтобы обратить от пути смерти, от пути проклятия, от пути зла, дорогие, обратить вас и направить вашу фокусировку в правильном направлении на Господа, на Иисуса Христа. всегда, всегда, когда ты видишь чудеса, всегда, когда ты видишь славу, не приписывай ее человеку. Ничего мы не можем без Господа. И молитва всех помазанников, у которых есть ум, они говорят, они молились только одной молитвы. не забери от меня Духа Твоего. Кто мы без Духа Твоего? Кто мы без Духа Твоего? Кто мы? Мы идолопоклонники, мы манипуляторы, мы колдуны, мы башки. Вот шарабаба шея. И Бог говорит, приведу пророка. Бог назначает это время. Оно не просто так приходит. Бог назначает время и говорит, и открывает, когда Он это начинает делать. И прямо сейчас Он это делает в духовном мире. Прямо сейчас Он судит всех идолов. Прямо сейчас они падают перед Ним. Прямо сейчас высвобождается суд на идолопоклонство в Украине. Прямо сейчас мы высвобождаем Божий суд на всех кумиров, на всех идолов, на всех тех, кто уводит народ Бога в проклятие. И пусть эти идолы попробуют что-то с нами сделать. Ой, мы же несли бабки им, чтоб не проклянул, чтобы упаси Божий, благословил. Да не Он благословляет, а Бог один, единственный, своих детей. Он уже две тысячи лет назад заплатил за тебя и меня всю цену. Он заплатил и открылась дверь для тебя в Царство Небесное. И через Него ты можешь входить туда к Нему, в Его Царство, в Его славу. О, вот я тебе говорю сейчас и даю ключи всех чудес и знамений. Вот почему у нас есть то, чего нет у идолов. У них нет этих чудес и не будет. Сему роду не дастся написано. Не дается. чудеса и знамения. Потому что идол ведет тебя к себе, чтобы капнуть на тебя какое-то благословение. И это обман. Но Бог ведет тебя в Его Царство. Бог ведет тебя к Нему, в Его Духовное Царство. И у тебя вход открытый. О, сколько мы ограблены через идолопоклонство. И обнищал народ в Украине. Обнищал. И Бог посылает пророка. И сказал пророк народу Израиля. Смотрите, пророк ответил, почему происходит это в этом народе. Вот что говорит Господь Израиля. Я вывел вас из Египта, где вы были рабами, и дал вам свободу. Я избавил вас от могущественных египтян, из всех, кто угнетал вас. Потом народ хананский бил вас, но я снова вас спас. Я прогнал их от вас и дал вам их землю. Я говорил вам, что я Господь, Бог вас, и чтобы вы, и чтобы вы будете жить на земле Амареев, но не должны поклоняться их богам, но вы не послушали меня. Вы слышите? Он говорит, чтобы вы не поклонялись богам. И он говорит, ответ этого проклятия в том, что народ бога ушел от поклонения богу Израиля. он ушел от поклонения ему и проклятие приходит. И всякий раз, когда народ бога, он возвращался в поклонение, на Израиль начало проходить благословение. И когда Давид скинию построил, и весь народ начал не Давиду поклоняться, не Давиду, а богу Давида. И они начали поклоняться, и они поклонялись ему. И великий покой, и защита пришла от бога. Великий избыток пришел. Вы посмотрите, наследие Давида Соломону. Ах-ах. Ах-ах-ах. Разрушенная страна превращается в богатейшую страну. О, Шарра, папаш. Во время Второй мировой войны, я немец, я могу это говорить, а я учился в школе в Германии. Я знаю, чему там учат. во время Второй мировой войны, после ужасного человека Гитлера, антихриста реального, и духа нацизма приходит после этого разгрома. Как Германия поклонялась, да, Гитлеру? Этому идолу, этому кумиру. Католики носили форму СС. Они были в СС. Для немцев это ужасно. Они очень не любят об этом говорить. Они в школе очень учат, чтобы этого больше не повторилось. Они говорят, не дай Бог, вся страна пострадала, почти мужское население все полегло. Это дух смерти, дух культа этого. Это приносит разруху и Германию просто уничтожили. Подписали капитуляцию, потом летели самолеты над Германией. А куда бомбы девать? Англичанам, французам. Куда день бомбы девать? Американцам. Они летели над уже после капитуляции. Они летели и выбрасывали просто эти бомбы над городами, над мирным населением. Говорили, что Берлин восстановить нужно было руины, только вывозить 30 лет. И в это время Бог поднимает пророка в Германии. Бог поднимает рожденного свыше человека, канцлера Германии Аденава. Верующий человек, который встал на колени всем миром. И он покаялся за этот грех. Один человек, один. Один дедушка рассказывал, немец, когда он увидел, как мы харизматы еще в 90-е там плясали в Германии, славили Бога, и он рассказывал, что у нас это происходило в католических, в протестантских церквях, церкви после войны были набиты людьми, они поклонялись, они любили Бога, весь народ пришел к Богу, церкви, а он говорит, мы плясали в католических церквях, мы хлопали в ладоши, когда он увидел, как мы хлопали, он сказал, мы так же хлопали и славили Бога, и этот человек Бог ему сказал отдать половину бюджета, который был высвобожден, дан Германии на восстановление Германии, в то время ФРГ, он берет, жертвует в Израиль, его чуть убили там, не разорвали, и с этого момента пришел праведный человек, который Бога боялся больше, чем кого, и он встал на колени, и он покаялся за грех, он встал на колени, и он покаялся за народ, да не дадим греху, не дадим никакому культу, никаким кумирам захватить Украину, Иисус один должен захватить ее, только через Иисуса придет благословение на всю страну, только Иисус есть свет Украины, и мы должны встать в пролом, и мы должны в духе разрушить этих кумиров, разрушить их алтари, мы должны в духе покаяться и сказать Господь, да не будет этого греха, с этого момента, никому и какому человеку я не поклоняюсь, только Иисусу Христу, только одному Ему я слушу, и как Иисус сказал сатане, только одному Господу, Богу моему, Иисус отошел, Он обезоружен, Он обезоружен через поклонение Богу, Он, у Него нет силы, Он не может с тобою справиться, все, что Он может, перенаправить твое поклонение, и этим лишить тебя силы, и этим лишить тебя благословения, и мне понравилось, как пришел прорыв Израиль, суди, 6 глава, 25-27 стих написано, и в ту же ночь Господь сказал Гедеону, Господь сказал Гедеону, возьми из тана твоего отца одного взрослого быка и одного семилетнего и разруш алтарь вала, который у твоего отца, и сруби дерево Ашеры после него, затем на возвышенности построил алтарь Господу Богу твоему, убей второго быка и сожги его на этом алтаре на дровах от дерева Ашеры. Гедеон привел десять рабов и сделал как говорил ему Господь, но так как Гедеон боялся, что его домашние и жители города увидят, что он делает, он сделал все это ночь, но это его выбор был, здесь видно, что он был просто человек, что здесь происходит, здесь происходит перемена фокусировки, перемена жертвы, перемена поклонения, и сейчас Бог переводит, переводит у народа его поклонение ему, и сейчас, дорогие, мы разрушаем жертвенник Ваалу, жертвенник кумира, жертвенник Тит, разрушаем тех, кто забрал поклонение у Иисуса, нашего Иисуса, его одного должны мы бояться, ему одному должны мы служить, его одного должны мы слушать, и последнее, и был такой следующий человек, очень он мне нравится, второе параллель 34, 1,4 Иосии было 8 лет, когда он стал царем, он был царем в Иерусалиме 31 год, Иосия делал то, что было правильно, он делал то, что было правильно, давайте начнем делать то, что правильно, он делал то, что хотел Господь, и как вы думаете, что хочет Господь, ой, Господь хочет поклонения, ой, не зря это слово высвобождается, ой, не зря мы у дьявола собираем поклонения, ой, не зря мы переправляем народ Бога на поклонение нашему Богу здесь, в Украине, Он творил добро, как его предок Давид, и не свернул с этого пути, не сворачивай с пути поклонения твоему Богу, не сворачивай, мой дорогой, восьмой год своего царствования Иосия начал следовать Богу, которому следовал Давид, его предок, Иосия был еще молод, когда начал подчиняться Богу, в двенадцатый год своего царствования Иосия начал разрушать в Иудее и в Русалиме высоты столбы Ашер и идолов, Аллилуйя, разрушал разные резных сделанных из меди, народ разрушил алтари богов в Алафе, народ, не только, давайте, чтобы это был не только один-два человека, но также народ начал рушить саморучно начал рушить через что? Через поклонение Иисусу Христу, через поклонение Ему. Они сделали это перед Иосией, затем Иосия срубил алтари воскурения Фимиама, которые стояли над алтарями, Он разбил столбы Ашеры и резных идолов и превратил их в прах Иосия рассыпал прах на могилу людей, которые приносили жертвы ваалам, и вот это мне очень нравится. Радикально, 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 радикально. Те, кто закрыл небо, те, кто остановил благословение, те, кто дал врагам прийти, ах, и Он разрушил это. Второе Параллепоменон 34, 25. Иосия, когда ты услышал Слово Божье об этом месте и о людях, которые жили здесь, когда ты услышал Слово Божье о этом месте и о людях, когда я услышал голос Бога о этом месте и о людях здесь, ты раскаялся и смирился передо мной, ты разодрал свои одежды и плакал передо мной и поэтому я услышу тебя во имя Иисуса и поэтому Бог тебя услышит и поэтому Бог тебя услышит. Дорогие, давайте мы встанем, давайте мы встанем, дорогие, давайте мы еще раз просто проанализируем свою жизнь в своем сердце, проанализируем и скажем, пусть Дух Святой наполнит все моменты, когда мы, дорогие, когда мы служили людям, о, как нелегко идти против идолов, о, как нелегко идти против каких-то уставов, против твердынь в разумах людей, как нелегко идти против каких-то принципов, против учения, которые тебя учили, как нелегко идти против того, что ты привык постоянно делать, как нелегко, как нелегко, но, дорогие, если мы хотим реальные видеть изменения, здесь, в Украине, народ Бога должен встать, народ Бога должен прекратить поклоняться идолам, народ Бога должен поклоняться Богу Израиля, И мы те, кто имеет это помассание, мы те, кто имеет это задание от Бога, мы те, кто имеет эту власть от Бога сломить над Украиной, это тут идолопоклонство, прямо сейчас мы заявляем, Бог, еще раз мы каемся, выдолопоклонство людям, мы каемся в этом страшном грехе, мы каемся и мы просим у Тебя прощения, дорогой Иисус, прости нам, Бог, прости нам, чтобы человека превоснесли выше Тебя, прости нам, дорогой Бог, пусть кровь Твоя прольет и омоет наш грех, мы хотим, чтобы лицо Твое было над нами, Бог, мы хотим, чтобы лицо Твое было над Украиной, мы не хотим пожирающих, мы не хотим нищеты, мы не хотим проклятия, о, во имя Иисуса, Бог, 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 прямо сейчас мы в духе рушим, мы в духе рушим, всякое поклонение Идову, мы призываем суд Бога, суд Бога на Идову, свердайте, дорогой Иисус, кто уводит Твой народ от поклонения Тебе, во имя Иисуса, во имя Иисуса, мы разрушаем зависимость от человека, и разрушаем зависимость от человека, народ Бога, у Тебя есть Твой Бог, народ Бога, у Тебя есть Твой Господь, соединяющийся с Господом, есть один дух с Богом, Бог с Неби это проклятие с Украины, с украинского народа, с Неби Бог, с Неби Бог, пусть откроется солнце над Украиной, Бог, пусть Твой мащественный порядок придет в земля, мы просям, пусть страх Бога придет, страх Бога, спасибо Тебе, Господь, о шакарабабашия, мы проклянем седевать дьявола, выводи Твой народ из сетей сатаны, выводи из смерти, выводи из проклятия, Бог, открывай глаза во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Никто не имеет права свои даты продаваться деньги, никто не имеет права благослови, не обладать деньги, никто не имеет права, никто, никто, не имеет права, Если это смог сделать один человек Германии, и на всю Германию пришло экономическое чудо, экономическое чудо, и, поверь, Германия была в худшем состоянии, чем сейчас Украина. О, Иисус! Пусть сейчас Твое благоволение придет на это место, на каждого человека в зале. Пусть каждый почувствует Твою силу. И я прошу, свяжись сейчас каждого с Тобой. Дорогие слушатели, умело к Вам слово, пожалуйста, направляйте дорог Бога к Богу. Отправляйте от себя, от зависимости. От зависимости. Мы не бога, мы не боги. Народ не должен подсесть на нас. Мы просто те, кто указывает путь к Богу. Пусть звучит Твоя песня в Духе Твое. Во имя Иисуса. Открой свое небо, я вижу, Боже, Свои славы. Пусть звучит Твоя песня в Духе Твое. Это твоя свобода, открой свое небо, я вижу, Боже, Свою славу. Пусть звучит Твоя песня в Духе Твое. И не делай рабами других, открой свое небо, я вижу, Боже, Свою славу. Дорогие, не берите пример всех, кто народ Бога вывел, да не обращаются в Ваши сердца. Пусть звучит Твоя песня в Духе Твое. Реки исцеления, пусть приходят Твоему народу. Я видел, как с Ваших рук упали цепи, я видел это собственными глазами, я видел, как это в Духе произошло. Многие из Вас, они будут себя не узнавать. Поверьте, мы здесь не играемся. Пастыра знают, мы не играемся. Это наша война против духов злобы поднебесной. И в Украине дали этим духам место. Но это время прошло. Украина принадлежит Иисусу. Иисусу. Пусть все идовы падут. Пусть все идовы падут. Пусть все идовы падут. Пусть все идовы падут. Вы даже не представляете, дорогие, как это хорошо зависит от Бога. Вы даже не представляете, какое счастье быть с Богом. Вы даже не представляете, какое счастье, какое благословение. Он о тебе заботится, Он тебя благословляет, Он к тебе лично говорит. Тебе не нужно за финансы покупать благословение. За финансы покупать освобождение от ранословных проклятий. За финансы покупать исцеление. Это неправильно, это неправильно, это не от Бога, это не подчерк Бога. Пусть это будет разрушено. Это неправильно, когда используют народ. Это неправильно, это неправильно. Дорогой Бог, дорогой Бог, дорогой Бог, дорогой Бог. Я прошу, пусть каждый включит, вкусит вкус свободы с Бога. Гон! Победа! 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 Я вижу, я вижу! Проклятия расходятся над Украиной, это реально! Что свяжете на земле, то свяжется на небе! И дух иного поклонства связан в Украине! Мы связываем официально на этой конференции с пастерами, с отлужителями, с народом Бога! Мы связываем дух иного поклонства! В Украине ему нет места! Пошел Бог! Пошел Бог! В ад с этой земли! Тебе нет места! Если кто-то дал место тебе, мы не даем место тебе! Ты — мироправитель! Ты — дух Павелона! Ты — дух антихриста! Пошел вон! Пошел вон! Украина, Павелона! Это будут идиоты, это будут Давиды, это будут люди. То, что имеем, даем, то, что имеем, даем, мы имеем свободу, даем вам свободу, берите ее, берите ее, принимай в духе, принимай в духе. Свобода, свобода, где дух Господь даст свободу, не становитесь рабами человека. Халилюя, давайте мы займем место. Дорогие, это так сильно. И когда я, дорогие, вышел из-под этого контроля, из-под этого рабства. Да, он был моим отцом. Да, этот человек. Я через этого человека покаялся, я через этого человека узнал Бога. Но Бог выше даже. Это время перехода, дорогие. Но Бог выше. Бог выше. Всякого человеческого слова Бог выше. Библия выше. Основывайся на этом. Если любой человек, любой служитель, какого бы уровня не был, говорить против слова Бога, не слушай его, уходи. Если ты знаешь, что это говорит тебе Бог, делай и все. Будь рабом его, не рабом человека. Будь. Апостолы все называли себя рабами Господа, а не рабами помазанника. Дорогие, и 9 лет назад, вы знаете, почему Бог меня поставил? На эту сцену. Для знамения, для свидетельства. Вы знаете, что Он меня взял? Вообще не одаренного человека, ни в чем. Ты лучше меня можешь говорить. Но Он взял меня по словам. Знаешь почему? Потому что я Его раб. Он говорит, я делаю. Ой, как обо мне говорили. Ой, как меня благословляли, какими словами 9 лет назад. А я сказал, мы в ад попали. Реально ад произошел вокруг нас. Надо мной смеялись. Вы представляете, у нас не было ни служения, ни церкви. Я и Лена вышли с церкви. И для меня выход с церкви это был как будто в ад пойду. И я вышел. И мне говорили, ну что ты, тот, кто как бы моим отцом считался. Следующий, почему так сказали, я даже не знаю, шиповала. Следующий, ледяев. И поржали надо мной. Поржали. Тот, кого я слушал беспрекословно. Тот, за кем я шел. Я был предан, как собака. Но пришло время, когда я должен был сделать выбор, за Богом идти или за человеком. И 9 лет назад я сделал свой выбор. Ты сейчас делаешь свой выбор. И знаешь, что в Германию пришло? Если ты знаешь, ты знаешь. Начали тысячи, тысячи приезжать к нам за исцеление. Тысячи. Прошли через энкаунтер. Пришло то, та атмосфера, которой никогда не было. Пришли чудеса, пришли знамения. То вообще, что не было, когда ничего не было вообще в географическом измерении. Вы представляете? Через кого? Через Санька. Сашку. А боги сказали, это не работает. А мой Бог сказал, работает. А мой Бог сказал, я тебя посылаю, пророкам, иди. Я тебе говорю, говори, говори. А как я говорю? Я Моисей. А вот как? Вот и говори. Главное, неси слово Господа. Потому что только слово Бога приносит свободу. И не то, а нам и стране приносит свободу. Я верю. Это служение, оно приносит свободу всей Украине. Я верю. Потому что это делаю не я. Я передача. И еще плохой передатчик. Я передатчик, который шипит, шумит. Я передатчик Его воли, Его действия и то, что Он делает. Я передатчик. И все. И все. Как классно быть в свободе. Я познакомился с Богом в свободе. И Он не убрал меня с церкви. Он начал с нас церковь. И Он сказал мне тогда, когда ничего не было. Не было церкви, Г12, глобальное ведение в Монгайме. Он сказал, я буду через тебя поднимать мою невесту. А Его невеста это Его. А Его невеста это та, которая Его возлюбила больше всего. Всех людей и всех, 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 всех. Его невеста, которая влюблена в Него. Вот кого мы поднимаем. Вот куда мы народ ведем. К Нему, к Его ногам, к Иисусу. Вот что самое главное. Вот. Секрет чудес. Халлилюя. У-у-у! У кого есть металлические зубы, пусть сосед посмотрит в твой рот, если ты не стесняешься. Но только спроси, позолоченные или нет? Чтобы металлические, не позолоченные, чтобы видно было, чудо Бог сделал. Проверьте свои зубки, поверьте. Проверьте также исцеление, реально посмотрите, что Бог сделал, потому что когда мы служим в этот момент много всего происходит. Потому, дорогой брат и сестра, это время перехода. Время перехода в совершенно новый уровень для твоей жизни. В уровень благословения, в уровень славы Бога, в уровень Царства Небесного. И пусть никто не... Он говорит, вы имеете ключи, закрывайте через свое идолопоклонство, закрывайте вход. А ты входи, у тебя вход открытый, без кого-либо, без посредников. У тебя вход Царство Небесное открыт. И Павел говорит, входите туда, где Он. Входи туда, где Он. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Вау! 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 И пусть это закваска. Пусть я для тебя буду свидетельством. Если ты думаешь, что лучше меня можешь говорить и служить, халилюя! Так у тебя еще лучший шанс. Послушай, что Бог говорит. Входи туда, куда Бог тебя вводит, и ты увидишь чудеса великая. Вау! Иисус, поздайте Ему славу. Ой, я чувствую, сегодня вечером также будет что-то уникальное. Вы знаете, я с вами поделюсь перед этим служением. Я был в квартире, и в меня физически вошла сила Бога. мою левую ногу и руку. Реально, такое редко происходит. Что-то Бог здесь делать будет, и не зря это все. Наверное, сила для того, чтобы наступать над ям. Наверное, не знаю. Давайте мы сделаем жертву, дорогие. Сделаем жертву. Поверьте, мы те, кто люди, мы те, кто живем для Иисуса. И сейчас мне реально мне Бог говорит, мы поставили в Монгайме пастырей. И мне Бог говорит, иди в Молдавию. Начинай там служить в Молдавии. Я еду в Молдавию. А ты хочешь в Германию? В Молдавии будут и калдеры. В Молдавии будет слава Бога. В Молдавии станет во мне Духа Святого. Мы делали с шестидневной семидневной молитвы с пастырами завета. Семидневную молитву, 14 служений недавно мы делали в Молдавии в городе Бельц. Каждый день Бог делал чудеса. Была война, но нам Бог это сказал, и мы пророчески поехали за свой счет, все сняли, все оплатили. Мы сделали эту молитву. Сколько времени прошло с этого момента? Месяц? Месяц нет. Сейчас звонят и говорят, войны нет, небо открыто. Сбельцы, войны нет, небо открыто. Разпечаталась Молдавия. Они говорят, мы так Бога переживаем, мы так Бога никогда не переживали. Вы уехали, там движение Бога. И Бог не успокаивается. Он говорит, едь. Каждый город Молдавии должен быть захвачен для Иисуса. Едь в Молдавию. Я такой, может в Испанию. Он говорит, в Молдавию. Реально? Серьезно. Я еду в Молдавию. Мы едем в Молдавию. Будем служить в Молдавии. И там в Бельцах мы пережили пробуждение. Мы реально пережили дух пробуждения. На нас дух пробуждения, дух огня. и ты получаешь передачу во имя Иисуса Христа. Ангела огня будет с вами во имя Иисуса. Здесь в Украине, здесь в Черкассе, в Киеве. Фу. Мы увидели, как Бог начал делать чудеса, и зал наполнялся, наполнялся, и уже через два-три дня, там уже почти полный зал был. Первое служение, только пару рядов сидело людей. Пару рядов, и у нас была война, и мы молились, но мы говорили, нас Бог сюда послал, значит, Он сделает. И на нас было восемь человек, шесть пастырей, и еще двое служителей сами приехали из Германии, и пророчество было для Молдавии, что приедут восемь человек, и с этого момента начнется пробуждение в Молдавии. Это люди сами молдаване говорили. Я не знаю, почему это стоило, я не знаю, почему Бог избрал, но точно так же ты сейчас получаешь вызов делать новый шаг в новое служение, в новый город, что тебе Бог говорит, не знаю, на этой конференции. Здесь Он нам сказал с Леной начать дальше продолжать служение в Молдавии, не останавливаться. Я сделал этот выбор. Поверь, это уникальная конференция, это пророческая конференция, и каждое слово, которое звучит, каждое действие, оно действие от Духа Святого, потому что Он построит свою церковь, и прямо сейчас Он говорит, не пропусти, потому что этот голос такой тонкий, Он там тебе говорит, а ты думаешь, а это мне приснилось. Ну, легко сказать, да, приснилось в Молдавию ехать, с Германией, пол Молдавии туда уехала, в Германию. Я говорю, а вы не понимаете секрет счастья? Секрет счастья быть на том месте, куда Бог тебя призывает. Секрет счастья в Царстве Небесном, а куда Царство Небесное приходит, та страна превращается в рай. Посмотри на Германию. Она была раем. Сейчас ее в проклятие ведут, но ничего, не получится ничего. Потому прямо сейчас здесь призванные люди, я прямо, когда мы молились, я видел над людьми огонь, языки огня в духе я видел, вы помечены. Знаете, что это будет? Когда вы примете свое призвание, все, что вас отделяет от призвания, дорогие, одно решение и все, и ты в новом. Твое решение, все. И ты увидишь великие вещи. Может быть, Бог даст мне эту тему еще говорить, не знаю, посмотрю. пастора, давайте мы протянем все, встанем руки, протянем. Бог, не знаю, такой еще жертвы не было, но мы эту жертву приносим. Вы знаете, мы сейчас построили новый жертвенник, жертвенник поклонения, как Гедеон, разрушили жертвенник. Не один цен, пообещай мне, не пойдет на жертву идолам твоих денег, не один. Пообещай, не один цен, только Богу и туда, куда Бог тебе говорит. То, что Бог строит, каждая десятина принадлежит туда, что Бог строит, что от Бога. И это место должен тебе показать Бог. Этот жертвенник должен тебе показать Бог. Иисус, это жертвенник, это новый жертвенник на Украине. Новый жертвенник. И мы этих хвалов приносим жертву тебе, Иисус. Это жертва для того, чтобы поднялась кинья Давида, поднялась поклонение Иисусу Христу к этой земле. И мы почитаем тебя здесь, в Украине. И мы говорим, и мы не приносим эту жертву идолам, кумирам. Мы приносим эту жертву тебе для того, чтобы поднялась твое тело, твоя церковь, твоя невеста, Бог. Во имя Иисусе. Во имя Иисусе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо.